Рафаэл, а вот что ты думаешь об Антихристе? Ведь кто были такие патриархи? Рядом с царем всегда сидели, царь и патриарх. К вам приду, как страшный сон, на арканах до Ростова потащу на пузо. Паханы и крестные отцы, самозванцы и тираны, настоящие монархи, цари и короли, наконец, сам Антихрист. Давай поговорим о власти просто и ясно, без обиняков. Поговорим о монархии в России и Великобритании, покажем уникальные кадры, которые мы сняли в Белфасте во время визита нашего нынешнего монарха, короля Чарльза III, и, может быть, поймем что-нибудь лучше. О царях и воинах, о катастрофах, разрушения и потом восстановления, об этом все рассказывает нам Библия, Священное Писание. Также я подробно разбираю все эти вопросы в моем цикле лекций по истории Иерусалима. Цикл, который рассказывает нам историю города во всех веках, начиная с Бронзового века в библейском периоде и дальше продолжая римскими периодами, исламский ранний период, крестоносцев и так далее. Если вам эта тема интересна, вы можете купить мои лекции по нашему сайту ТОПУСу. Ссылка вот здесь в описании видео и здесь внизу. Антихрист, это в принципе, если творческо к этому относиться, это определенная роль, определенная маска. Тем не менее, будет же все-таки такой живой человек, персонаж в нашей истории. Сейчас очень многие на эту тему любят говорить, смотрят всякие видео, передачи, интервью на тему Антихриста. Многие считают, что уже началась война сынов света и сынов тьмы, и что приход Антихриста уже не за горами. Я, например, не знаю, как ты, я считаю, я верю в то, что будет такой некий человек, который возьмет на себя роль, маску мирового правителя. Почему роль, маску? Потому что на самом деле он не будет с божественной точки зрения являться правителем. Это будет именно самозванец. То есть он будет царем, но не настоящим царем, а поддельным. Ну да, вот тут придется тогда смотреть вообще, что такое легитимная власть. Что такое легитимная власть, которая действительно является правильной или богоугодной, или, скажем так, одобрена действительно народом. Потому что однозначно, по нашим христианским понятиям, Антихрист это однозначно тиран. То есть это самодержавец, который как бы берет на себе роль спасителя. То есть он действительно спасает людей от бед, спасает их от угроз. У Владимира Соловьева, вообще-то, как бы в его трех беседах в Антихристе, там его Антихрист, он такой человеколюбец. Только человеколюбец в таком толстовском направлении, да? Да, помнишь, у Владимира Соловьева Антихрист считает, что он любит людей гораздо больше, чем Бог. И он сможет дать им всем настоящее счастье, притом дать всем поровну. И даже поначалу Антихрист, наверное, действительно даст людям какое-то мнимое счастье. Равенство, решение экономических проблем, прекращение войн, тоталитарное поголовное благоденствие, порядок в обществе, традиционные ценности, ну и все прочее. А вот потом, если верить таким мыслителям, как Владимир Соловьев, ну и вообще-то, если верить Библии, потому что там тоже об этом сказано, он потребует поклонения себе. То есть он будет властью не от Бога, а властью самой в себе, без участия божественного элемента в этом. В этом вся и проблема, что в наши дни люди почти перестали думать. То есть люди понимают, что какие-то умственные процессы, как бы думать сами по себе, это очень трудно. Им нужны какие-то люди, говорящие лица. Пишет какой-то, уберите этого Эль Омбра, дегенератор, к чертовой матери. В том числе это могут быть даже мы, я извиняюсь, как бы вот включи, чтобы какие-то люди говорили, и они должны думать вместо тебя. То есть если смотреть на популярное телевидение, неважно в какой стране мира, как бы вот просто какие-то люди, которые их работают, быть вот такие жрецы. Или вот именно как языческие оракулы, которые у них работают, говорят то, что люди хотят слушать. А вот чтобы человек сам думал, невозможно. Поэтому действительно сейчас стало очень легко обмануть людей, сказать им, что белое это черное, черное это белое. Движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи. Заманчивая возможность получить полное отпущение грехов и при этом полное разрешение творить зло, всегда очень интересовала человеческий род. А такое разрешение, как правило, выдают авторитеты церковной или мирской власти – папы римские, патриархи, монархи. Рафаил, а вот как ты понимаешь легитимную царскую или королевскую власть? Монарх – это национальный лидер, который помазан Богом. То есть в нашей традиции, я не говорю про индусов или про других религий, в иуде христианская традиция, царь, он своего рода как мессия. То есть помазан. Мащиях – это тот, который помазан миром. И он таким образом получает легитимность и от народа, и от первосвященников. В христианской традиции это от епископа. Вот очень интересная твоя мысль, что царь получает легитимность не только от Бога и не только, как бы получается, по своему рождению, но и от народа. Интересно, что если сейчас, например, возьмут там россияне и сделают Владимира Путина царем, ну а что, вот очень даже реальный по нынешним временам сценарий, так скажем, то не будет легитимным его помазание на царство, потому как даже если патриарх и церковь по каким-то причинам на это пойдет, то не будет единогласного согласия, извините за тавтологию, всего народа. Да, все верно. Однако для того, чтобы народ современный мог принять над собой, быть поданным царя, который имеет просто такую власть над ними, полную, как самодержавец, народ тотально должен быть полностью предан, иметь более похожий на средневековый такой вид мышления и огромной такой наивности и веры, который, ну, если смотреть как бы вот трезвыми глазами, его нет сейчас. То есть получается для того, чтобы самодержавец мог сейчас управлять полностью народ, он должен просто его терроризировать, пугать и так далее. И тогда будет определенный уровень лицемерия. Другой путь – это путь, который выбрали такие страны, как, например, Англия, где есть конституционная монархия с ограничениями, да, с большими ограничениями. И этот путь хотели также выбрать в России. Но, как вы все знаете, да, были декабристы, которые вот их оценивают по-разному, некоторые их просто демонизируют, другие их идеализируют. Но то, что они хотели – это тоже определенные ограничения на царя. Большинство не хотели его свергнуть, да. Но, как вы знаете, эта попытка не получилась. И также во время Октябрьской революции были разные движения. Некоторые хотели именно такую либеральную демократию, тоже с царем, но с ограничениями. Но победили именно те, которые были более радикальны и решили строить вот такую утопию, которой, увы, как вы знаете, тоже ничего хорошего от этой утопии не получилось. Так что, к сожалению, люди в России, у них никогда не было демократии. Были шаги к этому, были попытки неудачные. И из-за этого народ всегда вернулся к такой вот способ, к модели самодержавия. То ли при царской власти, то ли при Советского Союза. И также очень быстро, после смутного времени 90-х годов, как бы тоже, как бы мы живем сейчас в периоде, когда есть один лидер в Российской Федерации. Получается, что монархия, как таково, это хорошо. И, может быть, даже кто-то решит, что Путин, хоть он не из потомственной, я не знаю, как бы аристократии, кто-то решит, что он царь и патриарх Кирилл его помажет на царство. Но это не решит проблему, потому что, понимаете, когда самодержавие – это самое главное, и нету свободы ни в религиозном плане, ни в государственном плане, ни в демократическом плане, получается, православие идет на ноль, народность тоже идет на ноль, остается только самодержавие, всемогущее самодержавие, и никто не может против этой самодержавии ничего не говорить. То есть, получается, если официальная самодержавиесть для него и церковь, и весь государственный аппарат просто работает для него лично, я против такого. Так же, как я против Генриха VIII, который был не лучше Ивана Грозного в России. Еще одним тираном и диктатором и одновременно борцом за высокие моральные устои был Адольф Гитлер. Вспомните, ведь он боролся против разложения общества и морального декаданса Веймарской республики – повышение рождаемости, традиционные ценности, сильное, здоровое и духом, и телом нация. Мне кажется, что Антихрист будет чем-то очень похож. Он также будет бороться за как бы хорошие вещи. Однако любой самозванец, который берет на себя роль Бога, или Спасителя, или истинного монарха, обречен на то, чтобы в конечном итоге превратиться в диктатора. Думается, что в современном мире единственно возможный вариант монархии – это монархия в сочетании с демократией. Как бы ни странно это звучало, но именно такой синтез позволяет избежать именно тирании и самозванства. Нам кажется, что тот вид монархии, который существует в Великобритании, а именно парламентарная монархия, наверное, единственно жизненный и единственно возможный в современном мире. Но не только это. Думается, что такой вид монархии даже необходим, как определенное лекарство. Как сказал Клайв Льюис, известный английский богослов и писатель, если запретить людям почитать царя, они начнут почитать миллионеров, спортсменов, звезд кино вместо этого, даже известных проституток или гангстеров. Так устроена и духовная, и телесная природа человека. Если лишить человека пищи, он начинает поглощать яд. Если вам интересно узнать больше о Клайве Льюисе, я приглашаю вас вместе читать книгу Клайва Льюиса «Просто христианство». Мы читаем и обсуждаем проблемы, которые ставит перед нами эта книга, на передачах «Утреннего кофе». Это наша платная подписка. Выходит передача дважды в неделю. По вторникам мы обсуждаем какую-то тему, выбранную мной или предложенную зрителями, а вот по пятницам читаем вместе Льюиса. Приходите. Подписка стоит недорого, всего 400 рублей в месяц, а подписаться можно на главной странице сайта ТОПОС, ссылка на который есть в описании этого видео. Также подписаться можно через YouTube, нажав на кнопку «Спонсорство» под этим видео. Опять дело в том, что монархия как таково, если это не тирани, это не популярный лидер, фашист или демократически выбранный как диктатор, как Гитлер, например, он не был монархом, он может причинить больше зла, чем монарх, который имеет определенный исторический, традиционный, иерархический вес. Да, мы живем в принципе в падшем мире. И, как правило, даже как бы самая лучшая монархия тоже имеет свои очень-очень большие минусы, и поэтому бывает иногда народные восстания, революции, желание, чтобы был правильный, искренний, популярный лидер, который будет стоять за религиозные ценности, за свободу, может быть, или за какие-то традиционные ценности, или просто будет именно против элит, именно то, что делает то, что народ именно и хочет. Все это звучит красиво. Однако, если мы смотрим на историю даже 20 века, после того, когда был свергнут шах в Иран, все стало для народа только намного хуже. Ограничение свобода, смешивание религиозной власти со светской власть, которая от этого никогда ничего хорошего не происходит. Такие вещи были и в Иран, такие процессы также наблюдаются, к сожалению, в моей родине, то есть в Израиле, когда религиозные или популяристические партии берут больше и больше вес. Восхождение Трампа к власти, хоть он человек абсолютно нерелигиозный, но его избирали в основном евангелисты и люди, которые верили, что Трамп именно будет стоять за ценности белых людей, протестантов, христиан и так далее. Таких же лидеров есть также и в Венгрии в Евросоюзе, Эрдуан в Турции. И, как мы знаем, конечно, такая риторика также звучит часто в России, что мы будем против декадан Запада, против Запада, с нами будет союзник Китай. Только единственное, что Китай, конечно, не будет союзником, а он будет начальником, к сожалению. И они также будут стоять за традиционные ценности против гнилого Запада. Например, мы сейчас в Ирландии. Ирландия пострадала от англичан много. Но кто самый большой злодей в истории Ирландии? Я имею в виду самый большой английский злодей. Вы знаете кто? Это был как раз республиканец, революционер, антимонархист Кромвелл. Он геноцид устраивал ирландцев здесь, в Ирландии. Как раз не монарх. Получается, история в Англии тоже очень интересная, потому что у них был тоже самодержавец. У них был монарх, который решал все. Потом пришел Кромвелл, и вот король Чарльз I был обезглавлен. После перехода к власти Кромвелл англичане поняли, что такое диктатура антимонархическую. Настолько боялись этого, что восстановили потом монархию. Но восстановили уже не как самодержавие, а как парламентарная конституционная монархия. Монархия в Великобритании – это отнюдь не кукла и не какой-то номинальный король. Это очень важная фигура, которая объединяет нацию. Великобритания, или как правильно, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии включает в свой состав Англию, Уэллс, Шотландию и Северную Ирландию. Это то, что на сегодня осталось от некогда великой и могучей британской империи. И, конечно, империя эта создавалась посредством войн и многих грехов. И, конечно, недобровольно, ну или не совсем добровольно вступали в неё эти народы и нации. Но, тем не менее, на сегодняшний день Соединённое Королевство продолжает быть таковым. И, несмотря на то, что ведутся дебаты и ситуация не является стабильной, большинство жителей всё-таки за то, чтобы Соединённое Королевство во главе с монархом продолжало существовать. И, может быть, люди именно стоят на такой позиции именно благодаря тому, что существует этот монарх. Тут даже не дело в том, что покойную королеву Елизавету II действительно по-человечески очень любили и уважали. Дело в том, что жители Великобритании очень чётко понимают ту функцию, которую выполняет Королевский дом. А именно это, прежде всего, монарх является главой церкви англиканской. Во-вторых, монарх объединяет нацию, и монарх служит защитником веры и своего рода неким балансом между верой и современным миром, неким уравновешивающим началом, которое в трудных ситуациях помогает нации оставаться единой. Также монарх в Британии является связующим звеном с миром мифов, древних легенд, историй, сказок, литературы. Ведь на самом деле это культурное наследие не должно превратиться просто в музейную ценность. Это то, чем живёт дух нации. Всё-таки вся наилучшая часть английской литературы, начиная от Шекспира и до Гарри Поттера, Джей К. Роллингс, всё-таки пронизана духом монархизма. Вера в сверхъестественную иерархию, вера в своего монарха, вера в бога, который монарха поставил, это что-то очень глубоко гнездящееся в сознании жителей Соединённого Королевства. Даже если при этом формально большая часть населения, ну, как и во многих других странах, не является людьми религиозными, верующими и регулярно посещающими церковь. Это что-то гораздо более глубокое, чем даже религиозность. Когда я стоял и ждал проезда короля, я задумался вообще о многих разных темах. В-первых, я, может быть, впервые осознал, что я поданный на самом деле короля, и не просто поданный, а поданный четвёртого поколения уже. Дело в том, что мой прадед эмигрировал в Англии ещё в начало XX века, соответственно, мой дедушка там родился, моя мама там родилась, а я хоть родился в Иерусалиме, но мама и семья у меня вся тоже из Великобритании. И для меня это тоже как-то вдруг, как-то я это осознал. Ну, кроме того, что у монарха есть ещё функция, как я уже сказал, символическая и так далее, я стал думать, а вообще какие бывают мнения у самого нынешнего монарха Чарльза. И дело в том, что мы знаем много всего о его личной жизни, о его первом браке с Дайаной, о его разводе, о его измены, о его связи с глобалистами. То есть очень много отрицательного все знают. А давайте подумаем о положительном. О положительном это даже очень интересно, потому что сам Чарльз с молодости очень интересовался как раз именно по аутентичным учениям, традиционным. То есть не только то, что относится к его англиканская церковь, а также восточными религиями. И, конечно, у него есть очень тесная связь также с православием и в её греческой, и в её русской форме. Давайте напомним вам, что новомученица Елизавета Фёдоровна является его, в принципе, родственницей, фактически тётей. Его бабушка, монахиня, которая также похоронена в монастыре Марии Магдалины, когда сам Чарльз был в визит в Иерусалиме, он сделал неофициальный визит также в монастыре Святой Марии Магдалины в Гефсиманском саду. И дружит он с архимандритом из Афонской лавры. Они учились вместе в Оксфорде. И это не просто какие-то ради фотографии, это его действительно интересует. И более того, он давно уже сказал, что когда он будет монархом, он будет защитник веры. В смысле, не только как бы вот в английском есть то, что называется артикл «The Faith» речь идёт о протестантской, англиканской церкви. Он имел в виду, что он будет защитник всех верующих людей вообще, живущих на территории Объединённого Королевства. Да, действительно, самозванство – это такая болезнь XX века, перешедшая в XXI. Создавание кумиров, поклонение им и нежелание спокойно, трезво, отстранённо несколько смотреть на самих себя, на свою страну, на свою историю, на своих царей и королей. И действительно, идолопоклонство – это то, что и приведёт к антихристу. По сути дела, культ личности – это первая ступень к принятию антихриста. Настоящая легитимная монархия таким образом всегда предусматривает очень чёткую иерархию между Богом и Царём, духовной властью и волей народа. При такой системе каждый знает свои границы, и никто не переходит их. И каждый признаёт над собою главную власть – власть Божию. Конечно, всё это выглядит как устаревший, даже, скажу, средневековый отстой какой-то, каким образом может монархия, иерархичность и так далее, священность монархии, играть роль или функции в XXI веке. Выстоит ли вообще эта система в периоде, когда в основном анти-иерархичность, я бы даже сказал хаос, антидуховность и вседозволенность, которая смотрит плохо на любой знак консерватизма, традиционализма и так далее. Не факт, что эта система вообще-то выстоит. Но мы пока, поскольку не знаем ничего лучшего, будем молиться, чтобы Господь действительно уразумил всех британских монархов. Господь, Отец наш Небесный, Всесильный и Могущий, Царь царей и Бог богов, Единственный, который имеет власть над князями, которые своего Небесного престола презирает на все обитатели земли, даруй нам разумение воли Твоей и благодарность сердечны за жизнь и правление нашей любимой королевы и за ее вечную радость и веселье во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok